Позиция элиты в отношении развития, по вашим оценкам, какова? Я понимаю, что их много и что они разные, но тем не менее. С одной стороны, как всегда, в России все недовольны абсолютно, понятно. Включая президента и премьер-министра, они постоянно в этом говорят, что это все, безобразие, и так нельзя жить. В этом смысле, с ними все согласны, разумеется, но вопрос там, кто что-то собирается делать. Вот опять у меня возникает сильное ощущение, что наша элита замкнулась в круге тех вопросов, с которыми она пришла, что называется, в начало 90-х большому счету. Из-за этого те вопросы, которые на самом деле являются критически важными для будущего общества, не короткого, а как раз длинного. Если мы говорим про 10 лет, про 20 лет, про перспективу, они в повестке дня видны и не звучат как таковые. Простой пример привести, у нас есть любимая тема мигрантов, вокруг которой идет активный спор либерал-консерваторов. Миграция мигрантов, да. Но при этом ключевой тезис, который ясен всем специалистам, которые определяют судьбу этого вопроса, это роботизация. За счет чего планируют начать проблему тех, что японцы, корейцы, так сказать, это происходит активно в других странах, и все, что, безусловно, будет происходить в России, да, он не обсуждается вообще, применительно к этому кругу вопросов, там вообще слова не появляются, да, если вы введете вот эти два слова вместе, да, миграция и роботизация. Если вы сделаете поиск по такому новостному потоку, вы не найдете этих двух слов вместе, хотя на самом деле, вот собственно ключ в этом и это, по большому счету, ясно всем специалистам, да, это, ну, Лишник очевидный, да, так как ясно то, что, например, условно говоря, формат партийный, по большому счету, ну, умер, как таковое. На Западе партии, которые были давно, они еще существуют, да, появляются некие новые полулинские движения, но, безусловно, не партии, так сказать, да, а партии, как таковых, ну, все, ну вот, формат мерзлый, так сказать, да, то есть он, ну, он устарел и просто в живых партий не рождается больше, да, так сказать. То есть мы видим, попытки такие и делаются, они просто слабо рефлексируются. Идеи с тем, что надо, что инициатива набрала больше 100 тысяч подписей в интернете, надо ее продвигать и так далее, это как бы некие попытки реакции на понимание того, что старый формат партии, парламент, правительство не работает. Может я ошибаюсь, я рассказываю свои ощущения. В 90-х годах предполагалось, что существует некоторый набор проблематик, и параллельно с набором проблематик существует некоторый набор решений, которые описаны там были в 19 веке, в начале 20 века, может даже в середине 20 века, то есть во времени относительной мыслительной свободы. Сейчас четкое ощущение того, что прежние предлагаемые решения принципиально не ложатся на современную повестку. Был создан инструментарий, которым надо учиться просто брать и учиться пользоваться. С его помощью можно и сейчас сделать много разных полезных эффективных вещей, но бессмысленно обсуждать как бы. У нас все время сваливается в обсуждение как бы того, хороший инструмент – отверстка или плохой, так сказать. Вот нас говорят, нет, в Советском Союзе считали, что хороший инструмент – это молоток, а мы говорим, нет, хороший инструмент – это пила. Поэтому мы теперь пытаемся брать возле пилой, в Советском Союзе пытались перить доски молотком, относительно рыночной экономики, от той же демократии, либерализма, потому что это некий инструмент. С моей точки зрения, по крайней мере, в головах нашего поколения, вот эта идеологическая докториальность осталась, что инструментарий, к нему важно моральное отношение к этим всем молоткам, рубанкам, отверсткам. Вы же в Америке были, наверное? Нет. Для американцев сама идея этого инструментария имеет некую окраску, она представляется дикой. То есть, в Америке аргумент о том, что это не либерально, он не поймет, о чем вы говорите. Вот, условно говоря, из экономики я скажу пример. В Америке, как известно, запрещен экспорт нефти после кризиса 1973 года, вообще запрещен экспорт нефти. Сейчас тут большие дебаты о том, надо ли его разрешить экспорт нефти или сохранить на это запрет. Но сама даже мысль о том, что в рамках этой дискуссии, можно говорить о том, что вот это, скажем, не демократично, это не либерально, это нарушается патруль и прочее, она там в голову прийти никому не может, потому что это все вещи, но с их точки зрения, к этому просто не, ну они из другой сферы, вообще из другой сферы, да? С точки зрения вот этого инструментального подхода, какие вещи, какие инструменты нужно сейчас применить, и что сейчас нужно сделать, прямо сейчас, и можно сделать? Если говорить глобально, то надо возражать институт специалистов, потому что страна без специалистов работать, функционировать на самом деле не может. А что еще? Какие-нибудь еще примеры вот таких инструментальных подходов, вещей, которые можно, который дуйбл, который может сейчас сделать? Потому что утверждение, ну давайте возражать институт специалистов, ну прости, тоже выглядит так. А делать-то что? Самое простое и быстрое, это начать, разумеется, с правительства, которое сейчас, как бы, вот работает в режиме исключительно в таком, вообще безопорных специалистов, как таковых. И там просто этих структур как-то нету. Ну, опять, пример, который более близок мне. Вот, залезаем в Википедию и смотрим, что все отечественные промышленности, энергетикой и торговлей занимаются два министерства, да? Минэнерго и Минпромторг. Да, но этих людей на всю нашу страну 1400 человек. Вот то, чем в советское время руководило там 25 министерств, сейчас руководится, еще с торговли, значит, там 30 министерств, да? Сейчас руководится одним министерством физически, да, но просто физически не в состоянии. Нет, вот, ну вот сегодня, вот считаем новость опять на злобу дня, так сказать, да вернемся, вот правительство изыскало для бизнеса 2 триллиона рублей, которое он собирался у него изъять ближайшие там 3 года, теперь говорит, мы теперь изъимать не будем. Ну, сама эта дискуссия говорит о том, что, ну, как бы там, вот, во всех этих мерах специалисты вообще не участвовали. Понятно, что деньги изъять было невозможно, то есть, меры были просто глупыми, потому что, да, ну, если денег и так бы не было, о чем все и так говорили, да? А с другой стороны, так сказать, да, там, ну, то есть, работа там большого количества, так сказать, этих самых министерств, ведомств, чтобы чем-то реально руководить в изобретении вот этих всех законов, которые сейчас отменили там до 19-го года, и таких там массов, и таких вещей там огромное количество, которые, в общем, специалистам были ясны, на политическом уровне говорят, мне не специалистов, нам неинтересно, да? У нас есть политический решение, мы его принимаем. А, вам, ну, как бы, меры, да, практически? Да, что еще в одну какая-то? Ну, необходимо, на мой взгляд, гораздо более активно принимать участие в борьбе за сохранение русского языка, скажем так, его сфера русского языка в группе глобальных языков. Ну, он там присутствовал и присутствует, но на самом деле, так сказать, его там дальнейшее существование, в общем, на самом деле, ничем не гарантировано. И для того, чтобы там оставался, да, необходимо активная работа, активная борьба на таком уровне коммуникации, контента и так далее, так сказать, да? То есть какие-то, на самом деле, потенциал-то очень большой, и все объективные предпосылки для этого все однозначно существуют. Вот это вот то, чем я занялся, потому что здесь время уходит как бы безвозвратно, да, вот эти позиции, которые здесь теряются, они назад уже отыграть, ну, то есть, то, что теряется, занимается английским сразу, назад уже вернуть невозможно, да. Ну, конечно, ревенциональной гордости великороссов вещь важная, а от нее тоже много чего зависит. Ну, это тоже плющ, это тоже то, что тянется в форму. Ну, в смысле, да. Ну, в смысле, да. Ну, Россия такая экстремистская, да, то есть, она в силу того, что у нее социальная такая вот разреженная, ну, исторически разреженная, просто население, как... Ну, так у страны устроено, да, население мало, а территория большая, поэтому она очень сильно централизована, пластеризована, так сказать, и любое воздействие, оно очень сильно не демпфируется, а сразу на все это влияет. Поэтому Россия, страна такая вот, хорошо сказал, Памбыков сказал, да, что Россия говорит, это как носовая фигура на корабле мировой цивилизации, она во все вырезается первой. То есть, если во всем мире начинается движение в сторону социализма, то в России сразу коммунизм, да, если в мире начинается тенденция к неолиберализму, вот, к такому, там, организм-театчеризму, то у нас сразу, так сказать, 90-е, так сказать, просто такой вот, ультра такой, что даже там, ортодокс и либерализм вздрагивает, глядя на то, что тут учудили, да, если начинается такой патриотизм-национализм, то в России сразу немедленно водит такой, что опять начинают все вокруг только вздрагивать, глядят. А мы просто, все начинают туда двигаться потихоньку, Россия сразу бегает и сразу сбегает, наверное, 10 миль вперед и говорит, мы уже здесь, вот смотрите, все смотрят, да, пожалуй, нам в другой стороне, надо немножко обойти, да, поэтому в смысле национальной гордости, так сказать, правительство уже начало, как обычно, начало действовать, получилось, как всегда, так сказать, забежало в такое место и так, такое объявило патриотизм, что... А, я вспомнил третью вещь, которую надо в России было бы, на самом деле, возобновить, которая пока держит за счет больше энтузиастов, это просто сохранение, ну, они и так пока, слава богу, сохраняются, но вот островков элитного специального образования в самых разных сферах, ну, начиная, там, от математики, физики, ну, до школ, там, научных, там, балетов, прочих, так сказать, вещей, которые, на самом деле, сохранять несложно и недорого, да, но восстанавливать почти невозможно. Продолжение следует...